Замельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, станут более доступными. Депутаты госсобрания внесли ряд поправок в республиканские законы, касающиеся регулирования земельных отношений. Это связано с изменениями в земельном кодексе, которые в России вступили в силу весной нынешнего года. На лацканых пиджаков депутатов замелькали георгиевские ленточки. До 70-летия со дня победы осталось чуть больше двух недель. Следующая сессия пройдет уже после праздников. Примечательно, но ожидаемый многими законопроект о запрете так называемых наливаек в повестку дня седьмой сессии не вошел. Сейчас он находится на экспертной оценке. Впрочем, важных тем от этого не стало меньше. Депутаты привели в соответствие с федеральным законодательством сразу несколько республиканских законов, касающихся бюджетных правоотношений, проведения выборов в органы местного самоуправления, поддержки сельского хозяйства. Одни из самых весомых изменений затрагивают регулирование земельных отношений. В старом земельном законодательстве не было случая предоставления без торгов по решению главы правительства. В некоторых случаях. Это некоторые случаи, но в частности, допустим, крупные инвестиционные проекты. В том числе относится южный промышленный район, куда входят земли Медведевского района, городского округа. И они могут предоставляться для строительства производственных площадей без проведения торгов по льготным ценам по решению главы республики. По сути, упрощение процедуры предоставления земельных участков, главным образом под проекты государственно-частного партнерства, это очередной шаг по улучшению инвестиционного климата в республике Морел. Все будет зависеть от того, на какую сумму реализовывается инвестпроект, сколько рабочих мест открывается и сколько в итоге налоговых отчислений будет поступать в бюджеты всех уровней. Что касается граждан, самое главное, наверное, то, что внесли изменения. Если ранее многодетным семьям мы предоставляли земельные участки в аренду сначала, только после строительства уже объекта недвижимости мы предоставляли бесплатно. На сегодняшний день мы сразу же льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, предоставляем земельные участки сразу же бесплатно. За пять лет программы «Земельные участки» по 15 соток для строительства в Морел уже получили более 2000 многодетных семей. По данным регионального Мингосимущества, летом 2015 очередь будет полностью обеспечена. Участки для многодетных формируются не только в районе городской окраины Абшак-Беляк, но и деревень Ореховка и Рябинка Медведевского района. Кроме этого, согласно изменениям, нуждающийся в улучшении жилищных условий также имеет право получить земельный участок не в аренду, а в собственность, но в случае, если ему удалось улучшить жилищные условия за счет собственных средств. Внесенные в земельный кодекс поправки российские эксперты уже называют крупнейшей земельной реформой за последние 14 лет.